Я не представитель мира DLP, я охотник за информацией. Давайте посмотрим, что попадает в руки таким охотникам после того, как хорошо отработает DLP. На первом докладе у меня начала формироваться модель нарушителя, такая стройная. На втором докладе модель продвинутого нарушителя, который знает новые модные фишки, например, умеет фотографировать экран. На третьем у меня появилась модель нарушителя, который умеет включать голову и делать творческие вещи. На четвертом докладе появилась модель идеальной женщины, идеального DLP. На пятом докладе DLP превратилась в коробку с пластилином, из которой можно вылепить ту самую идеальную DLP, а можно вылепить, например, зайчика. Но кроме самого DLP, которая стоит в центре мира, вокруг процесса, людей и технологии, есть еще информация, которая обладает текучестью. То есть мы все говорим слова «бутечка информации», но не понимаем, что она и правда течет, если мы возьмем всю нормативку по защите информации, информационной безопасности, отделим от нее госстайну, ну и вспомним классическое определение. Информационная безопасность и защита информации, поддерживающая инфраструктуру от случайных или преднамеренных воздействий, как естественно, так и искусственного характера. Вот, если мы возьмем всю нормативку мира, включая стек, там, мотослевую и прочее, мы увидим, что ни слова, подчеркиваю, ни слова о защите информации там нету. Все посвящено защите поддерживающей инфраструктуры. Как защитить диск, как защитить экран, как защитить сеанс, как защитить проходную, как защитить конкурс. Контур информации течет, вот, ну и те, кто ее ловит, собственно, охотники этим пользуются. Давайте посмотрим на мир глазами охотника за информацией. При этом мы используем разные методики. Есть такие белоснежные, называются конкурентная разведка, когда не нарушаются законы, этические нормы. Есть околохакерские, такие охота с использованием утечек. Есть сейчас более жесткий набор приемов, который называется осинт, который пришел из арсенала спецслужб. Ну, сейчас уже не до хорошего, потому что утекает все и везде, и за нами шпионят гаджеты. Но давайте на нескольких конкретных примерах посмотрим, что все-таки может получить такой охотник за информацией, если ДЛП работает хорошо или даже безупречно. Итак, пример первый. Данные могут содержаться в документах. Вот, например, у меня слева реальный чек реального крупного банка, достаточно свежий, ему меньше полугода чек на оплату госуслуги. Оплата, конкретно оплата, подача программы в Роспатент, ну, регистрация программного продукта в Роспатенте. Изюминка такого чека, его надо посылать в чужие руки, то есть он пройдет через неустановленный круг лиц. Поэтому там, где указаны персональные данные, в нем стоят стадливые точечки. Как их заполнить? Ну, на первый взгляд, три пути. Один обратится к хакеру, чтобы он сломал, добрался до учетки, там вытянул данные у самого пользователя. Второй обратится к частным детективам, чтобы они залезли в пиратские базы, нашли данные этого пользователя. Ну, и третий обратится, как их сейчас называют, в службу безопасности Сбербанка, которая там где-то чалится. Вот, чтобы они позвонили, методами социальной инженери, человека развели, чтобы он сам продиктовал. На самом деле, как охотник за информацией, могу подсказать четвертый путь. Посмотрите внимательно на эту строчку, сосредоточьте взгляд, где зеленым подчеркнуто. И резко переведите взгляд на три строчки вниз. Даже если у вас безупречный ДЛП, существует, кроме 152 ФАЗ, существует нормативка Минфина, которая началась еще с 2013 года, которая требует введения идентификаторов для контроля определенных видов действий, в том числе введения идентификаторов и БГУ. Ну, одни говорят, идентификатор плательщика госуслуг, другие говорят, используешь паспорт, готовься к утечкам. То есть, знание документа оборота в компании позволяет ДЛП не то, что обойти, а не заметить. Второе, бывают случаи, когда информация утекает сама. Если вы используете облачное хранилище или ваши заказчики, что при этом произойдет? Ну, слава богу, перешли на хороший уровень. Все стали использовать большую тройку, либо Амазон, Майкрософт или Гугл. Вот, но все было бы безупречным, если бы не три обстоятельства. Первое, название корзин или баскетов или бакетов, ну, то есть, индивидуальных хранилищ для организаций. Могут быть любыми, но организации предпочитают мнемоничные. Убер называют Убер, Халык-Банк называют Халык-Банк. Это очень сильно облегчает задачу нападающему, это раз. Второе, то же самое с именами файлов. Они могли бы быть любыми, но они тоже мнемоничные. То есть, охотник знает, зачем он охотится и может использовать сканеры. Ну, и, наконец, третье, если ваш админ неправильно настроил раздел, то, в отличие от старого Касперского, где там весь экран наполнится красными окошками, здесь возникает такое вот в середине окошечко, оно совершенно не страшное, что вы знаете, дорогой админ, у вас что-то не совсем. Ладно, вы бы изменили настройку. И админ вот такого блеклого окна не боится. Вот, и не замечает. Как следствие, все больше и больше людей, таких исследователей пишут специальные поисковики для поиска утечек по таким вот хранилищам в Амазоне. Самый известный из них это Грейхат Варфеева, написал один парень. Вот в этом Грейхат, это такой самодельный поисковик, в нем 4 миллиарда корпоративных документов. То есть, 4 миллиарда корпоративных документов утекли через такие ошибки в Амазоне. Там есть и ваши. Вот, ну, по крайней мере, я находил там документы Халыка, Халык-банка очень чувствительная, находил там уже упомянутого крупного банка документы и так далее, и так далее. Когда я решил углубиться и посмотреть, вот первое, что мне попалось, это презентация Microsoft Azure с грифом Microsoft Confidential, которая посвящена тому, насколько классно использовать облачное хранение Microsoft для военных, потому что оно обеспечивает конфиденциальность данных. Вот это был первый документ, который попался. Ничего страшного, хотя как бы, да? Да. Вот, чтобы не показалось, что это там один талантливый парень сумел это сделать, вот снизу перечисление таких же последователей этого парня, видите, большая часть это гитхабит, то есть большая часть таких систем сейчас еще и открытые, то есть вы можете подхватить эти коды, сделать что-то свое, то есть количество тех, кто будет охотиться за данными, успешно охотиться за утечками в облаках, будет сильно нарастать. Дальше к нам пришел цифровой мир, вместе с цифровым миром пришли специальные поисковые системы, в первую очередь Шадан, ну Шадан это, если помните, имя такой компьютерной девушки или даже, скорее, компьютерной нечисти из игры, которая хотела уничтожить человечество. Сейчас Шадан это имя поисковой системы, которая бродит по диапазонам IP-атресов, находит диапазоны интересных открытых портов, которые она знает, пытается с ними поговорить, если она понимает протокол и по ним примерно понимает, с каким конкретным приложением она сейчас разговаривает, она составляет такой паспорт атаки, вот почему-то в самом Шадане, в документации он называется баннер, вот, то есть она сама не атакует, но для хакера это фактически настольная книга, то есть как, что надо сделать, увидев по этому адресу, на этом порту, увидев такой баннер. А что можно сделать? Первое, большинство грамотных людей сейчас переходят на, вот, упомянутый постгресс, переходят на осовремененные версии революционных баз данных, ну, в первую очередь на MongoDB и понимают, что если у базы открытый индекс, у распределенной базы, то фактически злоумышленник вытащит, все. Открытый индекс ловится просто по баннеру, вот, если открыт пор 27.0.17 и в запросе, есть слова MongoDB, сервер, информейшн и метрикс, все, значит, эту базу можно брать голыми руками, вот я для примера открыл Китай, там 4 тысячи открытых баз сейчас, вот, то есть журналисты примерно создают один скандал в неделю по поводу крупной утечки, вот жалко, что, вернее, хорошо, что журналистов нет в этом зале, иначе бы эти утечки шли, вернее, такие статьи и скандалы шли бы по 4 тысячи ежедневно. Аналогичная история с модным распределенным софтом, но сейчас фактически стандартным для индексирования стала система Elasticsearch, которая, как бы, наследник старой системы Люсина и заказ Финкса, старого Рамблера. Вот Elasticsearch очень популярен, та же история, если вы не проследили, что у вас открытый индекс, всю вашу базу можно высосать через, увидев на открытом порту номер 9200 слова Elastic Indices. Далее, уязвимости видеоконференц-связи. Ну, все помнят веселый эпизод в начале этого года, когда журналист из Голландии прочитал в Твиттере своей министерши обороны, что она собирается на видеоконференцию с министрами обороны стран ЕС, там за ее спиной был ее экран, он увидел номер комнаты конференции, ну, адрес. Вот, там нужно было угадать одну цифру, он угадал, и вот в своей маечке попал на конференцию министров обороны. Было весело. Но есть более веселая история. Находясь в полутора тысячах километрах от Москвы, я разговаривал с руководителями одной из фирм, которые разворачивают такие крупные системы видеоконференц-связи, и говорю, слушайте, а вы ведь пишете в договоре, пишете их поддержку. Ну да, а как вы ее выдерживаете? Вы же работаете с институционными центрами, это категорированное помещение, вас туда не пустят. Они говорят, ну как, у нас есть специальный сервер контроля технического состояния. Я говорю, да, но вас к серверу не пустят, там сидит дежурный офицер, это тоже категорированная зона. Нет, там стоит сервер контроля оперативной обстановки, а сервер контроля технического состояния, он стоит у нас. Я говорю, как у вас? Ну вот стоит. Я говорю, можем посмотреть, да. А можно посмотреть порт Новороссийск? Пожалуйста, вот сюда заходит в порт, вот диспетчерская, вот начальство сидит у себя в кабинете, обсуждает. Вот, а Сочи? А можно Сочи посмотреть? Вот управление энергосистемой, вот управление перекрестками. Я говорю, а что-нибудь из такого серьезного Киев? Ну вот, например, ситуационный центр, ну на площади трех вокзалов, там Ленинградский вокзал, потом таможня, потом слева здание, такой кубик трехэтажный, где ситуационный центр пригородного сообщения, Подмосковье. Я говорю, можем посмотреть? Можем. Я говорю, а как вы разбираетесь столько камер? А у нас есть поэтажки, вот, так что если вы попадете на совещание в какой-нибудь ситуационный центр своего ведомства, суперзащищенный, потом раздастся звонок, не удивляйтесь, если я скажу, подвиньте, пожалуйста, фикус, а то мне плохо видно. Далее, уязвимости массовых приложений. Вот это пример, ваши сотрудники теряют ваши пароли просто потому, что пользуются, скажем, пользуются планировщиком Трелла, не понимая, какие в нем уязвимости. Вот сразу две подряд компании, таких лидеров в сфере безопасности отрапортовали. Мы нашли такую крутую уязвимость, оказывается, пароли утекают. Вот, так вот, эти пароли утекают уже шесть лет, просто зайдите в Google, причем утечки настолько велики, что зайдите в Google, наберите команду сайт 2.3.com, пробел и слово пароль. Ну, слово пасворд может не сработать, потому что все-таки Google следит за утечками по паролю в англоязычном секторе. Вот слово пароль сработает. Далее, веб-архивы и кэш поисковых машин. Если вы пользуетесь какой-то информацией, ее правильно храните, контролируете, то даже старые утечки все-таки сохранились и, ну, говорят, через 5 миллиардов лет солнце поглотит нашу землю и тогда эти хранилища сгорят. Ну, к тому моменту, я думаю, владельцы распределенных систем сделают распределенное удаленное хранилище, они все равно останутся. К чему это приводит? Например, мне периодически нужны документы по современным методикам обучения, современным уязвимостям. Они очень хорошо выкладываются на серверы учебного центра НАТО с интересным названием «Центр киберпревосходства НАТО». Но они выкладываются там на 1-2 дня, то есть, когда образуется новый курс, они на день выкладывают его, а потом убирают. Ну, и трудно все время подгадывать, чтобы его схватить. К счастью, рядом с ними находится веб-машина, называемая веб-архив.орг, который такие документы, в том числе удаленные документы НАТО, готов хранить вечно. Еще на календаре показывает, за какие даты есть свежие версии. Вот дальше, сама деятельность ваших сотрудников даже в открытом пространстве тоже приводит к утечкам чувствительной информации. Например, когда три года назад индусы решили не покупать российские истребители, а купили «Рафали». Это было большой пощечины, но зато весной прошлого года мы увидели, что с «Рафалем» у них не все в порядке, поставки задержались, а потом все-таки их поставили. И потому, как они гуглили разные модели истребителей, стало понятно, что через пару месяцев они выгорнут и придут к нам снова проситься возобновить контракт по истребителям. Это, кстати, касается и танков, и других видов вооружений, и ваших конкурентов. То есть по любым видам сделок, накануне крупных сделок или крупных переговоров, будущие участники начинают гуглить ваш продукт, ваших конкурентов и по интенсивности того, что именно они гуглят, насколько долго и насколько много. Можно угадать, с кем вам придется сейчас соревноваться, или кого уже выбрали лидером, или кого уже отмели. Вот, далее. Сейчас такое время, когда секретная и даже софт-секретная информация может быть извлечена даже анализом открытых баз. Два года назад у нас была крупная поставка во Вьетнаме. Оказалось, что несырьевой экспорт существует, то есть мы поставили систему контроля обстановки. Но мы не занимаемся ДЛП, мы занимаемся общей системой контроля оперативной обстановки и раннего предупреждения. То есть мы ловим не только внутри контуры и на периметре, но и в основном за контур. Вот, и один из заказчиков обратился, говорит, вот видишь, речка, за ней пустырь, вот мы там будем строить ситуационный центр, типа вашего, как у вашего Шойгу, и в нем будет отдельно центр по форензике, по компьютерной криминалистике. Не поможешь нам подсказать что-нибудь с оснащением? Я говорю, ну если вы хотите, чтобы я вам слил, как это делается в России, ну, не Аттонийский Антигос, что называется. Он говорит, нет, ну, ты же грамотный человек, подскажи что-нибудь, а то эти хитрые азиаты нас наколят. Вот, я говорю, дайте 15 минут, я вам покажу красивое оснащение такого центра. В чем была моя логика работы? С одной стороны, ну, я просто знал, что в соседней стране спецслужба уже оснастилась, и такой ситуационный центр, ну, то есть была сделка. Вот, если кто-то где-то в мире поставлял любой товар, ну, вообще любой, на который у вас может упасть взгляд, это значит, что этот товар прошел через порт Шанхая и Сингапура, или Сингапура. Вот, логистика этих портов, таможенные декларации, в которых честно описываются название груза и его цена, и номер накладной, и номер контракта. Вот, они открыты, они интегрированы в общую базу, она называется 52ВП, у нее, правда, исходный интерфейс на китайском, это многих отпугивает, но у нее есть кнопочка переключить на английский. И, соответственно, я понял, что при оснащении такого центра будет обязательно маркер, демаскирующий признак, то есть в состав центра обязательно войдет изделие, которое называется Forensic Workstation. Не потому, что оно сильно нужно, оно красивое. Ну, вы знаете, наверное, чем взрослый мужчина отличается от ребенка, знаете, у взрослого мужика игрушки дороже. Поэтому любой генерал, который будет оснащать ситуационный центр, обязательно купит Forensic Workstation. Ну, она, правда, красивая такая. Вот, поэтому я знал, что искать, найдя, кто, ну, вот, кстати, у меня справа, там, я просто сегодня набрал, увидел, что вот прямо сейчас Forensic Workstation покупает полиция Непала, там, фирма Третий Глаз из Индии и так далее. То есть можно посмотреть, кто сейчас как оснащается. Вот, то есть найдя по вот таким маркерам несколько ключевых видов продуктов, удалось найти этот контракт, ну, а я знаю номер контракта, высосать все его содержимое. Ну, еще раз, там, через 15 минут я принес заказчику документы, которые вообще-то должны грифоваться софт-секретно, это оснащение центра уровня ведомства. Вот, ну, очередной раз подтвердил, там, уровень мага 80-го уровня, что, оказывается, секретные данные можно добывать, там, ничего не ломая, просто включив голову. Ну, и еще один, еще один срез или еще одно измерение, новое измерение нашего мира, это тотальный шпионаж со стороны гаджетов. Ну, обычно в этот момент показывают пример про фитнес-браслет Страва, который спалил секретное, расположение секретных военных баз США на Ближнем Востоке и в Африке. Вот, я приведу более российский пример. Женщина, жена уехала на выходной к маме, муж остался дома один и в субботу утром у жены на руке писнул фитнес-браслет и похвалил, что она хорошо провела неделю. Вот, потому что прямо сейчас она стоит у себя дома на напольных весах, ее вес 59 килограмм, что примерно на 50 килограмм меньше, чем у ее мужа. Вот, и она поняла, что прямо сейчас у нее дома кто-то, кто-то встал на весы, это кто-то сильно меньше, весит сильно меньше, чем ее муж, и даже, что обидно, сильно меньше, чем она сама. Вот, то есть, на самом деле, при всем уважении к картошке, мы вторгаемся в сферу активного информационного противоборства и разработки так называемой легенды прикрытия. На самом деле, спасибо за принятие. Нет, вот форенсик, он как раз и связан с тем, что это же не просто какие-то технические вещи, это еще эксперты какие-нибудь из большой тройки, которые посадят напротив тебя сотрудника, начнут ему неудобные вопросы задавать, потеет ли он ночью или что-то еще с ним происходит. И вот по таким вот вопросам быстро очень модельный нарушитель это выявляет. То есть, это вот, ну я не знаю, я компании прям не буду называть, потому что они всем известны, но такие люди, которые сочетают технические меры, в том числе DLP, для расследования, скажем, инцидентов, то есть в полном смысле форенсик, да, это часто ограничивается тем, что кто-то с кем-то поговорил и очень зорко на него посмотрел. Вы совершенно согласны. Более того, при таком подходе, вот после такого инцидента я бы тоже там по ночам потел. Да, это очень интересно, это вот говорит о том, что информационная безопасность, это процесс непрерывный и бесконечный, да, что нельзя сказать, что вот мы, значит, закончили формировать свою инфраструктуру теми средствами, которые есть и, честно, так сказать, очень сильно этого порадовались. Постоянно надо совершенствовать. Да, спасибо за ремарку, потому что действительно я хотел резюмировать. Итак, первое, безопасность это процесс, защищенность это ситуация, которая сродни наличию справки об отсутствии СПИДа. Вы знаете, что справка об отсутствии СПИДа действительно 5 минут, пока вы не вышли из кабинета, потому что никто не поручится, что с вами там следующие 5 минут случится. Вот, то есть безопасность это процесс, защищенность это короткое счастливое состояние, которое в произвольный момент закончится благодаря неустановленному кругу лиц. Вот, третье, обучение нужно постоянно, вот в этой нарисованной уже сегодня не раз тряде, люди, процессы, технологии, я бы начинал с обучения людей, постоянного переобучения и подрисовывания процессов, потому что технология, если этот листочек поставить технологиями вверх, он окажется кверх ногами, то есть технологию здесь начинать нельзя. Режюмируя все сказанное, если вы считаете, что вы здоров, вы просто недообследованы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...